Сегодня у нас не только обзор, но еще и конкурс, да, будет розыгрыш. А что мы разыграем, вы узнаете из этого видео. А на обзоре у меня уникальный, ну, на мой взгляд, да, прикольный автобус. Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры для лучших людей. Хочешь вступить в нашу армию лучших людей? Тогда просто подписывайся на канал. Сегодня у нас не только обзор, но еще и конкурс, да, будет розыгрыш. А что мы разыграем, вы узнаете из этого видео. А на обзоре у меня уникальный, ну, на мой взгляд, да, прикольный автобус. И не просто автобус, а автобус Сетра. Представляете, Сетра. И очень он похож на автобус Сетра 431. Вот так я сделаю, смотрите, вот настоящий. И вот моя модель. Ну, очень похожий ведь, согласитесь? Прям даже идеально, даже цвет похож. Так, смотрите. Это автобус Сетра. Заказывал я его из Китая. И стоимость его составляет примерно 1000 рублей. Ну, плюс-минус, в общем, по-разному. Модель у нас из металла, с открывными элементами. Плюс ко всему есть свет и есть еще и звук. Представляете? Ну, просто классная модель автобуса. Масштаб его заявленный, конечно, был 1,32. Но на самом деле это не так. Я измерил линейкой. Длина настоящего автобуса составляет 14 метров. Модель у меня 23 сантиметра. В общем, я посчитал, приблизительно получается 1,60 масштаб. Но, тем не менее, все равно автобус довольно большой, прикольный. Рассмотреть здесь все можно. Что мы с вами сейчас и сделаем, давайте. Давайте перейдем в переднюю часть, посмотрим. Ну, вообще, шикардос. Мне очень нравится. Посмотрите, какие фары. Прям, ну, красотень. Салон, опять-таки. Отсюда, когда смотришь, прям, ну, прикольно сделано. Все проработано, так кажется, на первый взгляд. Надпись Cetra. Кстати, Cetra у нас фирма автомобильная из Германии. Они специализируются, в основном, на производстве, ну, микроавтобусов и вот таких вот автобусов. Ну, в основном, кузова она не наделает, а уже двигатели ставят другие. Так что, очень давнишняя фирма. По-моему, появилась где-то в 1911, по-моему, году. И вот у нас салон. Тоже вот так вот смотришь, вроде бы все прикольно сделано. Но, по сути, мне и нравится, с одной стороны. Ведь можно, это туристический автобус. И сюда, в принципе, можно повесить шторки. Я думаю, считаю, даже обязательно, наверное, это сделать. Либо затонировать стекла. И тогда эти такие ущербные сидушки, которые, ну, можно сказать, даже без ног, видите, сделаны. Их видно не будет. И будет все у вас красиво. Снизу у нас, посмотрите, располагаются двойные сидения. И между ними какой-то типа столика даже. Я не знаю, может, это места отдыха для водителя. Может быть, что-то другое. Здесь, смотрите, тоже какое-то место есть определенное. Не знаю. Резиновые покрышки. Очень похоже, смотрите. Колесные колпаки, которые закрывает стальной диск. Вот это вот прям мне очень нравится. Все вот эти катафотики, габаритные огни. Все это покрашено. Ну, в принципе, не очень может аккуратно. Ну, если смотреть, ребята, вот так вот, то прям идеально. Идеально красивый автобус. А если вот так его еще покрутить, повертеть. Ну, просто красивый. И цвет мне нравится. Цвета, причем, разные бывают. Бывает, по-моему, голубой. Бывает белый. И вот в таком цвете. Ну, вот в этом мне больше всего понравился. Вот эта линия, опять-таки, эта линия идет именно как у Сетры. Здесь тоже все сочетается. Ну, идут иероглифы. Не знаю, что здесь написано. И фирма-производитель. Прон. Просвон. В общем, тоже какая-то новая фирма. Еще не знал я такую. Давайте вместо водителя попробуем посмотреть. Ну, там, видите, как бы вот эта вот вставочка стеклянная идет. И за ней особо ничего не разглядишь. Зеркала идут. Они из мягкого пластика. Ну, давить на них не советую я. Зеркало такое большое, объемное. В принципе, без имитации самого зеркального покрытия. Но, тем не менее, вот здесь вот, кстати, уже есть имитация. А с той стороны почему-то нет. Но лучше приклеить фольгу, я думаю. Либо что-то сделать на свое усмотрение. Будет более естественно смотреться. Ну, что. Давайте перейдем к открыванию частей, которые я уже, в принципе, открыл. Здесь единственный есть минус, кстати говоря. Минус здесь ошибочка такая производителей. То, что вот эта дверь все правильно идет глухая полностью. У Сетры 431. Ну, по крайней мере, которую я видел именно на фотографиях. А вот здесь вот, ребята, все-таки должно быть стекло. Поэтому, не знаю. Либо отрезать это самому и вклеить. Либо поверх, может быть, сделать что-то. Пока не знаю. Буду думать, что с этим делать. Вот это вот такая вот одна ошибка. То есть, здесь вот должно было быть стекло. А так, по сути, я больше ошибок... Ну, если, конечно, присматриваться, может, и найду. А так пока не вижу. Так. Ну что, давайте покажу вам я, что в салоне. Если смогу. Салон очень там огромный. Кстати, автобус этот считается топ-класса. То есть, международный автобус. И посадочных мест у него, по-моему, 83. И может быть добавлено еще 87 мест. Смотрите, панорамная крыша типа идет. Как, по-моему, было у нас в зеле юности. Я вам рассказывал недавно. Вот. Тоже для большего света. Ну, багажное отделение, оно двойное. Видите, с этой стороны. То есть, багажное отделение. И с другой оно открывается, поднимается вверх. И получаем вот такое вот большое багажное отделение. Сейчас я его закрою. Вниз оно просто закрывается. И вот так вот красивенько смотрится, да? С этой стороны у нас что? Тоже давайте. Опущу я его вниз. Опускаем его вниз. И вот такой вот автобус получается. Ну что, закрываем двери. Двери можно закрыть удобным способом. Здесь у нас снизу, видите, ройчужок есть. И двери мы закроем. Снизу у нас, кстати, смотрите, сзади спаренные колеса стоят. Последняя пара. Стоит, что у нас? Отсек для батареек. И динамик где-то здесь запрятался. Ну, наверное, вот здесь вот, скорее всего, где-то спрятан динамик. Так, ну что, давайте закрою дверь. Покажу вам, как закрываются двери. Смотрите, как четко. Класс. Ну, вот здесь стекла не хватает, согласитесь. Кто согласен, сразу поставь лайк, что стекла здесь не хватает. Ну, и тренировки, наверное, или шторок каких-нибудь. Вот, смотрите, здесь вот это место я вам показывал с другой стороны. Какой-то столик, не знаю, да что это такое. Какие-то вид места, может. А может, здесь какой-то типа кафе. Это же типа лайнер на колесах, считается у фирмы Сетра. Они так и считают, что это как бы топовый автобус такой, топовая модель. Здесь у нас спрятался двигатель. Ну, его тоже не особо видать там. Сейчас попробую, чтобы свет падал, вот так вот вам показать. Ну, в принципе, вот, все видно. И опять давайте закрываем. Здесь мы, наверное, видим номер, да, 66029. Тоже надпись на китайском. Прасвонбасс фирма. Сверху Сетра написано. Пластиковые фары здесь стоят. Все вы штамповочки, все это по кузову и имеется. И мне очень понравились вот эти иероглифы. Они как-то придают прям именно автобус такой туристический, да. Приехал к нам, например, из Китая. С китайскими друзьями и гостями, да. Очень естественно вот эти вот надписи мне нравятся. Ну, при желании их можно, конечно же, стереть. Можно, по-моему, заказать просто пустой игольный автобус. Но он уже где-то такого не имеет. Хотя, если заказать или сделать в своей декали, то можно придумать с этим автобусом все, что угодно. Так. Верхнюю часть давайте покажу, что здесь. Ну, здесь просто у нас сидения идут. Как бы дворники. Дворники сделаны вместе со стеклом. Снизу тоже вместе со стеклом сделаны. Ну, в общем-то, вот такой вот симпатичный автобус. Что, осталось продемонстрировать его световые и звуковые эффекты. Ну, первое, это что? Открываем мы, значит, двери. Зажигается у нас свет фар. И внутри салона. А внутри салона, посмотрите, какие лампочки идут классные. Сейчас я вам еще раз закрою. Сейчас. И открою. Смотрите, вот сюда наверх на потолок, какие прикольные лампочки над каждым сидением идут. Класс, да? Ну, это вот такие вот два звука, по-моему, больше нет. Сейчас еще раз. Я думал, только горят спереди фары, а оказалось, что еще и сзади. Представляете? Ну, супер. Супер. А что и здесь у нас? Стоп-сигналы горят? Ну-ка. Видите, здесь сверху стоп-сигналы есть. Или габаритные огни. Ну, нет, они не горят. Так, в общем, вот такие вот два звука. Мы выяснили, что еще и сгорят задние фары. Ну, вообще шикарно. И при нажатии на передние колеса у нас заводится двигатель. И автобус наш может ехать. Видите, как долго горят? Давайте еще раз нажму. Посмотрим, сзади это горят при нажатии фар. Взади, в салоне. Все это горит, светится. Ну, очень здорово. В общем, здесь только один звук. Звук завода. И езды, получается. Да, опять включил. Ну, ладно. Послушаем еще раз. Так, ну, ладно. Что же мы сегодня разыграем? А разыграем мы сегодня. Сегодня будет разыгран вот этот автобус. Но только не этот, а абсолютно новый. Условия будут очень простые. Ну, кстати, этот автобус будет разыгран точно. И плюс ко всему я решил сделать, чтобы было более интересно. Еще два места будут призовых. Но это будет сюрприз такой от меня. Что получат эти два места. Это будет, конечно же, не автобус. Но кое-что связано с ним. Ну, так скажу, это будет маленький автобус. Вот так вот я скажу. Маленький автобус. Два места получат по маленькому автобусу. А одно место, ну, первый, кто выиграет, получит вот этот вот автобус. Условия, давайте, будут очень простыми. Если на этом видео набирается... Ну, это не коробка с джипами, я понимаю, поэтому давайте сделаем так. Если на этом видео набирается у нас 25 тысяч просмотров, либо 500 лайков, то я устраиваю розыгрыш. Рамки и ограничения будут такие. Розыгрыш я устрою, когда на канале будет 55 тысяч подписчиков. В общем, тут уже почти 49, осталось совсем ничего. Будет 55 тысяч. Смотрим это видео. Если на нем есть 25 тысяч просмотров и 500 лайков, ну, либо-либо, что-то одно, то я устраиваю розыгрыш. Ваша задача быть подписанным на канал, поделиться этим видео в любых своих соцсетях. Ну, можете, ссылку мне лучше присылайте, особенно если вы делитесь где-то в ВК, в Фейсбуке, Твиттере. Присылайте ссылки, чтобы я их видел. И все. В общем, подписка с вас, подписка. Поделиться этим видео в любых соцсетях. И написать комментарий. И все. Ждите. 55 тысяч просмотров. Потом проверяем. И устраиваю розыгрыш. Три победителя. Один получает автобус. А два других получат от меня кое-какие сюрпризы. А результаты этого конкурса будут опубликованы, как всегда, на моем втором канале. Называется он Toy House TV. И ссылка на него будет в описании. В общем-то, вот такое вот видео получилось. Ну, если вам понравилось, то, конечно же, с вас лайк. Кто хочет написать комментарий, вот сюда вот, пожалуйста, пишите. Лучшие, вы знаете, попадают в видео. Ну, плюс ко всему, кто не подписан на канал, ребят, для вашего удобства, вот сюда вот, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok